Ребята, всем привет! Вы на канале Ика из Америки и сегодня я хочу показать, какие продукты я покупаю здесь в Америке и вообще сколько стоит моя продуктовая корзина. Поэтому погнали в магазин! Ну что, мы с вами приехали в магазин. Сзади меня находится Walmart. Walmart это что-то по типу Ашана. Здесь очень большое разнообразие продуктов, техники, одежды и здесь даже можно купить лекарства. То есть, вы приходите в магазин, вы можете просто купить лекарства как из рецепта, так и с рецептом. Подходите к фарвацепту, отдаете рецепт и он выдает уже те лекарства, которые вам выписал врач. Если честно, это очень удобно и такая функция есть не только в Walmart, а в многих других таких же больших магазинах. Когда мы только-только приехали в Америку, в магазин мы ходили два-три раза в неделю, очень быстро поняли, что это нерационально. Поэтому сейчас мы ездим в магазин один раз в неделю и примерно себе ставим, чтобы мы потратили 100 долларов. Сегодня как раз таки с вами посмотрим, какую же мы сумму потратим. Все будет в конце видео, поэтому не переключайтесь и пошли уже в магазин. И первое, что мы с вами возьмем, это молоко. Оно стоит 2 доллара 78 центов. Огромная бутылка. Здесь один галлон. Это 3,7 литра. Раньше, кстати, стоило это молоко 3 доллара 3 цента, поэтому подешевело. Еще я ранее рассказывала, есть на канале видео о том, как мы перевозили сюда своего кота. Наш кот никак не мог привыкнуть к новому корму, потому что здесь нет royal camin, именно британского, именно для британцев. Поэтому мы покупаем вот такие гербер, детское питание. Это мясо, он ест именно говядину, поэтому берем баночек 5. Стоит одна вот такая баночка 1 доллар 24 цента. Хотела купить сметану ту, которую мы покупаем обычно, но пустые полки, потому что, видимо, перед праздниками. Поэтому, наверное, придется брать вот такую баночку побольше. Покупаем такую сметану, она больше всех нам понравилась. Цена, если это за нее, а может и нет, 5 долларов. Посмотрим на кассе. Еще Саша любит вот эти йогурты. Мы их покупаем обычно ей в школу, когда она раньше носила ланчбокс, сейчас она питается столовой. Но все равно мы также продолжаем покупать. Наш любимый вкус это страсбери и никсбери. Стоит это 4,97. Берем. И сейчас мы в хлебном отделе. Саша очень сильно любит хлеб молочный нашего Екатеринбургского хлебокомбината. Поэтому здесь нашли аналог. Вот такой хлеб. Доллар 47 итальянский. Очень похож на то, что мы ели в Екатеринбурге. Поэтому тоже берем. Берем мы 2 упаковки на неделю. Здесь также в хлебном есть просто огромный ассортимент хлеба для тостов. Посмотрите. Кстати, более-менее вот этот хлеб. Остальные, которые мы пробовали, мне не нравятся. Мне вообще, в принципе, не нравится именно тостовый хлеб. Вот этот тем более, потому что он сладкий. Хани, видите, написано. Я люблю делать тосты из того хлеба, который я только что взяла из итальянского батона. Также в магазине очень много замороженной продукции. Вот такие круассанчики. Мы это не покупаем. Я не знаю, вкусно это или нет. Вот такие вафли. Просто несколько холодильников. Все готовое. Здесь овощи. Овощи мы покупаем. И здесь, видите, готовое уже с брокколи, макароны, с сыром, котлета. Пока ничего не брали, ничего не пробовали. Еще мы покупаем воду в бутылочках. Смотрите, сколько здесь разных фирм воды. И абсолютно пустой стеллаж. Обычно мы покупаем воду за 5 долларов 36 центов. Она находится здесь. Эта фирма нам очень нравится. 40 бутылок. Но, видимо, она самая вкусная, потому что нет ничего. Все разобрали к Крисмасу. А здесь, видите, полные стеллажи других брендов другой воды. Ну, ладно. Мы последнюю упаковку все-таки урвали. Еще в Америке очень много разнообразной газировки. Абсолютно разной. Вот я как раз показываю. Кстати, удобные упаковки. Это побольше упаковка. Мне нравятся вот такие. Я газировку не пью. У меня газировку пьют ребята. Можно одну баночку, кстати, не купить. Можно купить только 6 баночек. Вот такие маленькие малышки. Либо вот такая упаковочка. Либо по 8 штук. Вот такие малыши прикольные. Мы примерно берем самую обычную газировку за 5,64. Еще мы с вами возьмем вот такую баночку, упаковочку сока. Стоит 6 долларов 18 центов. Очень-очень вкусно. Знаете, в Америке очень популярны ланчбоксы. И поэтому здесь популярны вот такие наборы. Колбаска, сыр, хлебушек. Кстати, вот я его люблю. Иногда, когда мы куда-нибудь уезжаем, в машине едем. Я его частенько брала. Сейчас уже редко. Есть вот такие боксы. О, вернее, сэндвич можно сделать. То есть, уже все упаковано, удобно. Здесь колбаска, сыр в основном. И есть такие еще с фруктами. Еще мы с вами возьмем лосось. Вот такой атлантический. Стоит он 17 долларов 24 цента. Поэтому тоже идет в корзину. Еще нам нужен сахар. Сахар покупаем самый обычный. Никаких там коричневого. Просто самый обычный белый тростниковый. Берем вот такую упаковочку. Здесь почти 2 килограмма. И стоит он... Так, ценник, ценник. А, вот, ценник нашла. Стоит 1,78 доллар. Пока выбираю фарш. Смотрите, есть две такие котлетки. 4 доллара 97 центов. Есть вот такое. А есть, смотрите, просто она... Вот моя рука. Она просто огромная. Тут я не знаю сколько. 12 получается котлет. И стоит это 16 долларов 97 центов. Очень большая упаковка. Ну, а мы с вами смотрим фарш. И сейчас возьмем какой-нибудь из этих. Еще мне нужен домой сыр. Покупаю я обычную Филадельфил. Кстати, в России она в какое-то время, по-моему, ушла. Я не знаю, сейчас есть или нет. И самое, что интересно, смотрите, какой есть вкус. С клубникой. Мои ребята очень его любят. Я, если честно, не понимаю этого вкуса. Здесь также есть с лососем. Здесь есть с чесночком, с луком. То есть много разных вкусов. Я люблю самую обычную Филадельфил, поэтому кладем. Возьмем с вами упаковочку мандаринчиков. Стоит 3,98. Тоже кладем в тележку. Ананасы, кстати. Что я тут очень сильно люблю. Это выбор ягод. Они очень-очень прям, они очень вкусно пахнут. И они очень вкусные. Это тоже большой плюс. Берем обычно вот такую упаковочку голубики. Стоит 2,28. Стоит 7,86. И очень вкусный вот этот виноград. Тоже такая упаковка стоит 1,78. Берем вот такую упаковочку голубики. Кстати, что тоже мне тут очень нравится. Это уже большое количество нарезанных фруктов. Как раз я, помните, рассказывала, что здесь можно купить все уже готовое для школы. Например, купить вот такую большую упаковку и ребенку в ланчбокс накидывать каждый день. Уже все порезано, почищено. Не нужно заморачиваться с этим. Вот такие просто огромные упаковки. Вот моя рука. Здесь яблочки самые разнообразные. И мы тоже с Сашей покупали, когда она еще носила ланчбоксы. Вот такие удобные наборчики. Просто также кладешь ей в ланчбокс. И она уже сама кушает. Все уже готово. Также более что-то полезное. Фрукты, чеддер. Либо брокколи, морковочка, орехи. Тоже сыр. Вот такие удобные и вкусные упаковки. Возьмем с вами еще картошечки. Самая обычная картошка. Мне понравилась. Не сладкая никакая. Здесь, кстати, в Америке очень часто сладкий картофель есть. Но мы берем вот этот наборчик и кладем его в нашу продуктовую корзину. Кстати, к чему я еще никак не могу привыкнуть, это к тому, что здесь нет прям вкусных-вкусных для меня каких-нибудь, не знаю, печенек, конфеток. Я куплю, чтобы это было сладкое. Поэтому возьму себе упаковочку риц. Риц это крекеры. Они солененькие. А вот именно сладкое я... I'm sorry. Я, к сожалению, не могу здесь ничего найти. Но я хожу в русский магазин и покупаю там свои любимые конфетки Roadfront. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот в итоге что у нас получилось. В чеке 88 долларов 92 цента и такса 49 центов. Такса это что-то по типу НДС в России. Тем самым мы смогли уложиться в 100 долларов. В итоге мы в месяц ездим 4 раза за продуктами и сумма, которая у нас уходит только на продукты, только на продуктовую корзину, это примерно 500, где-то 550 долларов. Я очень была рада поделиться своей продуктовой корзиной. Поэтому смотрите, пересылайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь, потому что у меня еще очень много будет видео, где я буду рассказывать про свою жизнь в Америке с нуля, так скажем. Потому что я всего лишь здесь только 2 месяца и только-только начинаю новую жизнь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok